На улицах реки, в домах ни капли. Из-за крупной коммунальной аварии в Воронеже десятки тысяч людей остались без воды. Ремонтные бригады работают в авральном режиме, а пока порыв устраняют, воду подвозят цистернами. Правда, чтобы успеть набрать необходимый минимум на день, люди вынуждены стоять в длинных очередях. О причинах и последствиях ЧП Дальмира Бирюкова. Огромную трубу прорвало рядом с оживленной окружной дорогой. Все, что стояло на обочине, вмиг ушло под землю. Не каждый водитель отважился преодолеть этот участок дороги. Тем более, что из ближайшего шиномонтажа вода принесла на проезжую часть множество покрышек. Проезд по улице превратился в фигурное вождение с препятствиями. Позже выяснится, местами глубина ямы с водой достигала нескольких метров. На ее дне сильно поврежденный участок магистрального трубопровода. В многоэтажных домах, наоборот, засуха. Полторы сотни жилых домов без воды. Вода сейчас просто технически не питьевая. А так вот артезианская, вот человек, сосед один пришел. И я сейчас пойду возьму для чая, скажем так, для кофе. И посуда немытая, и полы немытые, и покушать нечего приготовить. Для людей был организован подвоз воды в автоцистернах по нескольким адресам. Вечером в день аварии и сегодня с утра. В многоэтажках были оборудованы вот такие круглосуточные резервные источники питьевой воды. Правда, ночью вода заканчивалась. Вот сейчас она снова пошла. Ну а некоторые люди продолжают набирать воду в автоматах с артезианской водой. Вот видите, есть три баклажки. Ходишь, снимаешь, воду подналиваешь. Нигде нет ничего, ни воды. В артезианских источниках также очень мало. Школы, которые попали в зону отключения, сегодня не работали в первую смену. Вторую смену отменять не стали. Родители и дошкольников попросили по возможности не приводить детей в детские сады. Ну а для тех, у кого такой возможности не было, создали так называемые резервные группы. Мы создали резервную группу для всех детей, остро нуждающихся, родителей которых работает и не могут оставить деток в детском саду. Мы собрали такую сборную группу, в которой сегодня более 20 человек. Рабочие устраняли последствия коммунальной аварии всю ночь. На кадрах видно, что первым делом, что они сделали, это убрали фонарный столб, который мог рухнуть в любой момент, так как обваливался грунт. Обезопасили и обесточили здесь все еще раньше. Рабочие разобрали завалы в котловане, выкопана и очищена труба, вырезан старый участок водовода и уже установлен новый участок трубы. Его размер 3 метра 20 сантиметров. Кстати, сделали это все в рекордно короткие сроки, всего за одну смену. Это не маленькая труба, это тыщник, сложная работа. Техники много, две бригады постоянные здесь присутствуют. Сейчас сварщик обваривают, чтобы заделывать, такие уже людям воду давать. Участок чугунного водовода проложен в 80-х годах прошлого века, но его износ, по данным водоканала, составляет не больше 1%. На этом участке за последние 5 лет не было зарегистрировано ни одной нештатной ситуации. Предварительная причина повреждения – сезонное движение грунта, вызванное перепадами температур. Износ у нас исчисляется возрастом. То, что 1% – это то, что чугунная труба, просто она долговечная. И вот таких аварий здесь, на этом участке, не было очень давно уже. Полностью ликвидировать аварию планировали в 9 часов утра. Сварочные работы завершены. Дальше была проверка герметичности трубопровода и его заполнение водой. В зону отключения попало порядка 50 тысяч человек. В настоящий момент работы подходят к завершению. Происходит обварка трубы замененной. Поэтому в ближайшее время работы будут завершены, и система поставлена на наполнение. Запуск систем проходит в эти минуты. В ближайшее время, как обещают специалисты, вода появится во всех кранах микрорайона. Дальмира Бирюкова, Антон Ефремов, Василий Филаретов. Первый канал. Воронеж.